Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты Эхо Москвы. Также вы можете эту передачу смотреть на сайте эхо-фм.онлайн. Кроме того, разворачивайте описание к этому видео. Там вы увидите все возможные способы нас поддержать финансово. Это важно. И также ссылку на наш телеграм-канал и другие полезные всякие штуки, информации. Все это в описании к этому видео. Также, насколько я понимаю, справа сейчас появился чат. Там вы можете пообщаться. Главное тоже послать нам донат. Там есть такая кнопочка, если у вас ничего там не заблокировано в свете последних событий. Меня зовут Сергей Кагермазов. Сегодня я вместо Сергея Цыпляева. Сергей Цыпляев у нас в отпуске. И мы решили вас познакомить с весьма любопытной темой, которую нашла на свое отражение в прессе. Но по-прежнему как-то люди не понимают, кто эти люди, что это такое. Речь пойдет сегодня о методологах. И наш гость или специальный корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев. Андрей, вас приветствую. Андрей написал текст не один, а про методологов. Если кратко, это некое научное сообщество, зародившееся еще в СССР и оказавшее мощное влияние на первого зама главы администрации президента России Кириенко, известного вам, дорогие зрители. Но все-таки непонятно, непонятно, кто это такие, насколько они сильное влияние оказали. Поэтому, Андрей, я первый вопрос задал, что это такое методологи, когда они появились, вот начнем, так сказать, с самого-самого начала? Это определенный взгляд на мир, наверное, да, это группа людей, объединенных определенным взглядом на мир. Основатель этого движения – это такой советский философ Георгий Щедровицкий. Ну, то есть, по профессии он философ, да, то есть, он философ. Где-то, наверное, в 60-х годах он начал думать, разрабатывать такую теорию мыследеятельности. В каком-то смысле это такое, как бы, и марксизм, и антимарксизм, потому что по марксизму, ну, все, что не труд, да, это вторично. А это такое вот соединение, как бы, марксизма, наверное, может, гигельянства даже, да, с тем, что мысль, как бы, это тоже труд. Да, что мысль – это, вот, деятельность, которая преображает мир. Но это, то есть, это сложно, да, может, я вот мучу еще что-то, это сложно, как бы, проговорить. Но мысль, она, мышление, как деятельность, оно происходит, как бы, не инициируется не самим человеком, да, мыслящим, а снисходит откуда-то, да, как выражался сам Щедровицкий, что мысль садится на человека, да, то есть, откуда-то приходит извне, откуда, вот, честно сказать, я не очень понимаю, да, может, в силу ограниченных своих умственных способностей, да, потому что по следам текстов часто, ну, то есть, я видел посты какие-то или комментарии людей придерживающихся, да, этого, ну, учения, может, это слишком, да, ну, таких взглядов, да, методологических, вот он не понял, да, он глупый, да, ну, это крайности, да, ну, что человек не понял, да, на самом деле не так, ну, не знаю, вроде, как обыватель, наверное, да, как человек посторонний, я понял, да, вот это вот, ну, тем более, это прямые цитаты, да, что она, как бы, извне откуда-то поступает, откуда, вот, может, я не понял, но это тоже нигде не проговаривается, да, то есть, надо, как бы, важно оговорить, что вообще Дравицкий, как марксист, ну, то есть, он считал себя марксистом, да, то есть, он в этой парадигме работал, он материалист, то есть, это не откуда-то из высших сфер, да, каких-то, ну, какими-то богами посылаем, ну, откуда-то извне, да, вот откуда-то извне эта мысль приходит, и человек работает на ней, как на программе, да, то есть, вот, как бы, такое программирование откуда-то происходит, да, вот, спускается эта мысль, и, опять же, помним, что это времена СССР, такого коллективизма, наиболее продуктивное, он считал вот это вот мышление, мыследеятельность в группах, да, коллективное, соответственно, он собирал семинары, сначала, да, на которых выступали докладчики, да, то есть, докладчик размышлял над определенной проблемой, да, мыслил, а потом это обсуждалось на семинарах, задавались вопросы, он должен был ответить на них, соответственно, тоже, как бы, участники семинаров думали над этими докладами, да, чтобы задать вопрос, то есть, это был такой вот, такой коллективный процесс, да, такая коллективная машина мысли, да, можно сказать, затем это превратилось в такие, как бы, организационно-деятельностные игры, люди собирались, как правило, в каких-то, ну, в загородных санаториях, домах, да, и размышляли над тоже некой проблемой, да, но это уже был более сложный процесс, ситуация, как бы, проигрывал, да, это игра, да, то есть, некий спектакль проигрывалась, участникам этой игры назначались роли, они в рамках этих ролей мыслили, и, ну, как бы, вот, это такая виртуальная, как бы, виртуальное разыгрывание некой ситуации проблемной, да, ну, или не проблемной, ну, просто, да, у этих игр, как правило, были заказчики, заказчики, ну, некие хозяйствующие субъекты советских времен. То есть, это уже не научная пошла история, это уже какая-то практическая? Это практическое применение ее, да, то есть, как, мышление наиболее продуктивно в коллективной форме, поэтому надо людей собрать в коллектив и, как бы, мыслить вместе. Тогда это будет наиболее эффективно, будет выработано, ну, как некое эффективное решение проблемы. Это они так считали, да, это Штравицкий так считал. Вот, соответственно, да, это вот в практическом смысле вылилось вот в проведение вот этих вот игр. По заказу субъектов каких-то, да, это разный, ну, в основном это были какие-то некие заводы, либо институты, ну, как такие с практическим, с практической сферой деятельности, там, промышленность, еще чего-то. Разрабатывались какие-то, ну, плановая экономика, не знаю, номенклатура, там, товаров, да, нужная, либо какое-то вот переустройство кадровое, да, вот что, ну, что-то такое. Можно ли их назвать первыми какими-то бизнес-коучами этих методологов? Ну, по сути, да, да, то есть, как бы, хозяйствующий субъект нанимал их, чтобы они дали некий совет, значит, по тому, как ему работать дальше, да, что поменять, что сделать, чтобы быть более успешными, более эффективными. Да, это, ну, по сути, это задача, как бы, которую сейчас ставят перед коучами бизнесменами. Да, коучи берутся ее решать. Я бы еще хотел, знаете, так повернуть нашу беседу, когда я готовился к интервью, наткнулся на интервью Петра Щедровицкого, сына основателя методологии Георгия Щедровицкого в почившей в БОЗе программе «Школа злословия» Татьяна Толстоева, Датя Смирнова, и там Татьяна Толстоева бросила такую фразу, может быть, попробуем вокруг нее как-то походить, о том, что методология – это профессиональная демагогия, способ зарабатывания денег на просто, ну, ни о чем, так она уверена. Мне тоже так показалось, не знаю, как вам, насколько это вот серьезно. Ну, я так, в процессе нашей беседы, вот дальнейшее ее применение этой методологии вот в жизни, насколько это серьезно, что из того, что я почитал, мне оно не показалось таковым, но пока мы, да, остановились где-то вот на этих методологических играх, вот, попробуем к концу беседы понять, да, вот, я предлагаю, что это есть такое, вот. Ой-ой-ой, я слышал такого много на самом деле, и от экспертов, с которыми говорил при подготовке статьи, ну, и от каких-то, так скажем, клиентов, особенно современных методологов. Ну, демагогия ли это? Наверное, да, наверное, да. То есть, это попытка, как бы, поженить марксизм с чем-то еще, да, с чем-то непонятным. В практическом смысле тоже, как бы, не очень это, на самом деле, ясно, то есть, ну, как бы, эффективность. Я беру под сомнение, почему, ну, как сказать, ну, то есть, наверное, это может применяться, да, то есть, как бы, полезно посмотреть со стороны на свой процесс, на, ну, я имею в виду, вот, я, там, бизнесмен, да, либо я, там, директор советского предприятия, или, ну, чего-то такого. Я понимаю, что у меня что-то идет не так изнутри, ну, то есть, это так, вот, сторонники методологии так и говорят, я в этом могу с ними, может, в чем-то согласиться. У меня не так, я сам, ну, как бы, варюсь в этом постоянно, я не понимаю, да, вот, вроде все правильно делаю, а вот, вроде, и что-то не ладится, да, а что я понять не могу. Я приглашаю внешних людей, которые смотрят со стороны и выносят мнение. Насколько, ну, как бы, насколько оно конечно и может применяться, для меня большой вопрос, потому что, естественно, в какой-то сфере они, ну, вот они, сейчас, их приглашают в некую сферу консультировать, в которой они не разбираются, да, то есть, ну, в своей базе они либо философы, либо, ну, потом, как последователи Щедровицкого в практике, ну, организаторы игр из любой сферы, инженеры, ну, разные, и педагоги, разные люди были, вот. Их, не знаю, приглашают на автозавод или на мебельную фабрику. Эксперты они в этом деле? Нет, да, они могут посмотреть примерно, как работает это предприятие, как будто, ну, по азам нахвататься каких-то вещей, и вот они, значит, ну, там участвуют, конечно, работники, да, но власть в этой группе принадлежит, как бы, организатору этой игры, да, модератору, как мы сейчас сказали, он дает слово, он выносит оценки, да, то есть там оценка должна быть, да, то есть там вот важное понятие рефлексия, да, они рефлексируют, как бы, а потом рефлексируют, надо уже отрефлексировать, ну, то есть такое, постоянно обдумывают вот это, да, вот, как к этому пришли, да, вот. Ну, то есть процесс очень важен, обдумывание этого процесса. Но это дилетанты, да, то есть эта мысль какая-то рождается в муках, непонятно, насколько она, как бы, верна, потому что ты толком не понимаешь в сфере, которую ты взялся, как бы, консультировать. Эта мысль может быть банальна, да, она трудна, ты ещё думаешь, ты её рожаешь в муках, потом думаешь над этими муками, но в реальности, если ты, ну, эксперт в этом деле, ты так бы не мучился, да, и, ну, грубо говоря, может проще было бы пригласить внешнего эксперта конкретно в этой сфере, да, который смотрит со стороны на твою, как бы, богатильню, да, но с другой стороны он понимает, о чём он говорит, да, то есть конкретно в этой сфере он разбирается. Вот в этом смысле это может быть какой-то демагогии, ну, тут какой вопрос, да, в чём возникает сложность? Трудов не так много, да, посвящённых этому, то есть письменно это не очень, как бы, проговорено, и, в принципе, сами они тоже понимают, что главное это, ну, перформанс, да, это семинар или АДИ, да, организационная деятельностная игра. Плюс это написано так, и Шедровицкий не скрывал, что это должен быть особый язык. Смотрите, правильно ли я понимаю тогда, значит, методологи, они просто, грубо говоря, это такой аудит чужих мыслей, то есть они продают своё знание, как мыслить, чтобы добиваться каких-то успехов в любой деятельности, правильно ли я понимаю? Не совсем. Это аудит своих мыслей, который продаётся заказчику. Они не очень, как бы, хотели, ну, то есть вот я сейчас вернусь к языку, да, сам Шедровицкий подчёркивал, что люди со стороны, да, не должны, как бы, сильно проникать в это, да, то есть это немножко такое элитарное учение, элитарный, как бы, круг, вот, и, то есть в нём должны состоять люди, понимающие, вот, то есть как бы совсем профаны, они должны проникать в него, и, то есть ты должен прям сильно интересоваться, да, и у этого было две стены, это язык, да, то есть у них много терминов особых, да, вроде привычные слова, но в каком-то другом значении, или какие-то особые слова, да, даже непривычные. То есть, чтобы продраться, надо приложить очень большие усилия, то есть случайно человек не пройдёт. Второе, это вот сама форма этих семинаров, игр, они многочасовые, тяжёлые, обычным человеком не могут показаться скучным, вот, поэтому тоже, как бы, это такой отсев, да, и, соответственно, ну, заражаются этими идеями люди, да, которые, ну, прям мотивированы, которые очень заинтересовались этим. Вот, и, соответственно, ну, это продажа своих мыслей и аудита своих же мыслей, да, это... Хорошо, смотрите, да, допустим, это так всё решили, поняли, а у меня, знаете, какой вопрос возникает тогда, ну, вот были эти бизнес-коучи советского такого разлива, ну, пускай, были популярны. Как во всём этом появилось, это и вы писали многие, идея русского мира, как я понял, она уже тогда появляется, и от методологов вроде как перекочевала в Кремль, и там преобразовалась. Ну, тут тоже, как бы, надо чуть в прошлое влубиться, то есть это не просто, как бы, такая теория, да, ущедоровительская, у неё есть практическая, да, вот эта организационная деятельность на момент, но, в принципе, у него вот такая история, что эти люди, методологи, эксперты, мыслящие люди, они должны менять мир, да, они должны влиять, ну, либо самим, либо сами они должны стать людьми, принимающими решения, либо они должны, как бы, стать советниками, да, не знаю, стать людьми, влияющими на людей, принимающих решения, да, То есть, ну, это влияние, как бы, на мир, да, это его преобразование, да, это такая, как бы, деятельностная теория, да, это непростой, вот, соответственно, ну, вот, планировали они влиять и влияли, как мы видим, да, на советских директоров, на министров. Я слышал и читал такие, о таких, слышал утверждения, читал о таких взглядах, что они чуть ли не правозавестниками перестройки были, подготовили почву, но я бы так говорить не стал. На самом деле я вот этого не увидел, да, что каких-то влияния, там, на Горбачёва, ещё на кого-то. Да, наверное, как бы, эти игры, да, стали шире применяться в это время, но просто это была эпоха гласности и очень, ну, какие-то не самые привычные практики, да, да, потому что всё равно это не запрещалось, да, но это было таким, как бы, экспериментом, который, ну, не все применяли, да, может, даже тоже из страха, ну, о чём мы полезем, мало ли что это такое, непонятно что. Вот, а в эпоху перестройки, в эпоху гласности всякие такие практики получили больше распространения, да, люди перестали бояться, ну, и модно стало экспериментировать, да, какие-то незапрещённые, ну, не вот такие теории, как бы, распространённые в узких кругах, да, стали широко распространяться, да, ну, как Гумилёвы стали читать, вот, и тут стало, ну, как бы, модно их приглашать, ну, и мне кажется, это уже, как бы, постфактум было, да, то есть, это скорее про вот это вот следствие гласности, да, появление неких свобод. Идея русского мира у них возникла, ну, наверное, понятие-то оно, как бы, старое, да, вот, и оно разное значение имело у каждого, кто его продвигал, но, наверное, до них оно было немножко абстрактным, да, вот таким, ну, вот он есть, там, да, ну, что-то такое. А что он в их понимании, да, потому что сейчас русский мир ассоциируется уже, ну, с фашизмом, да, ну, а тогда? А у них русский мир – это сфера влияния, да, то есть, это люди, говорящие на русском языке, как бы наши люди, которые, это сеть, да, ну, как сетевой маркетинг, грубо говоря, да, можно так сказать, не знаю, Herbalife, Amway, да, что-то такое. Это сеть, через которую можно продавать российские товары, да. Это в 90-е, в конце 90-х это начало вот они транслироваться, то есть, это сеть наших людей, которые вне России, как бы, ну, так, как торговые агенты, камевоизжоры, да, можно сказать. Вот, и, соответственно, они были сторонниками того, чтобы, ну, не сторонниками, как бы, приветствовали, что образованные российские люди уезжают и работают за границей, соответственно, это наши агенты вне, в смысле, не спецслужбы, а именно торговые агенты, да, через которых можно продвигать бренды, русскую культуру, как основу продвижения этих брендов, да, вот это, да, то есть образованные. Мягкая сила своеобразная, то, что называют. Мягкая сила, да, то есть это продавалось в том числе, насколько я помню, потому, что перед ними некто поставил проблему, что российские образованные молодые люди уезжают, да, что, как бы, плохо, да, что с этим делать, да, они нашли, в общем, нетривиальное решение, что, может, это и неплохо, что они уезжают, да, что они, как бы, остаются нашими и продвигают, как бы, наши товары, нашу страну за рубежом, да, и это, конечно, совсем не то, что русский мир, как бы, то есть Россия, как бы, ну, распространяет территорию, да, как бы, власть распространяет свою, а это другое, то есть люди уезжают, интегрируются в мир, да, это открытая очень философия у них на самом деле, при этом остаются русскими людьми, говорящими на русском языке, и через них, как через русских, за рубежом можно торговать, да. Смотрите, ну, хорошо, вот есть такие у нас бизнес-коучи Советского Союза с здоровым патриотизмом, назову это так, ну, и бог с ними, как появляется здесь Сергей Кириенко, и как это учение перекочевало в Кремль, вот. Ну, как он познакомился именно с учением, не очень понятно, на самом деле, это неизвестно, да, широкому кругу, да, может уже никто и не помнит, да, а с самим Кириенко поговорить возможности нет. Вот, вероятно, вполне, да, можно допустить Кириенко, кто он такой? Он инженер в базе своей, выходец из промышленности, может быть, он побывал на какой-то игре в своё время, да, и это, как бы, учение его заняло, может, уже он в 90-е годы с кем-то поговорил, да, и уже в 90-е столкнулся, не очень понятно, да, просто в какой-то момент он стал привлекать методологов, да, работать с ними, конкретно с Петром Щедровицким и Ефимом Островским. Он уже был бизнесмен, может быть, он их как бы методологов привлекал в бизнес-коучинг уже в начале 90-х, да, но вот, как бы, то, что точно известно, что они консультировали его во время кампании партии «Союз правых сил», да, уже после премьерства, да, он коротковременно, да, удачного, неудачного тут мы не будем говорить, это кризис был, как бы, не им спровоцирован, но вот он их, они были привлечены к кампании «Союза правых сил», где Кирьенко был, ну, одним из фронтменов, да, ну, а так, по сути, главное. Сразу уточню, то есть мы сразу переходим на политтехнологическую, так сказать, тему, получается, методологи, они же и политтехнологи, они вообще универсальные, ребята. Ну, получается, они и бизнес-коучи, и политтехнологи, да, получается так, да, вот они были привлечены к этой кампании «Щедровистки», «Островские», и, соответственно, вот это точно можно сказать, что вот тут он с ними сотрудничал, да, и, соответственно, начал с ними работать, и потом, когда он стал полпредом в Приволжском округе. Вот эти слухи, или это не слухи, и вы, по-моему, писали, и много кто писал, на самом деле, что вот губернаторы под руководством Кириенко, как отвечающего за внутреннюю политику, чтобы стать губернаторами, прыгают там с каких-то обрывов, ложатся под БТР, и все это входит вот как-то вот в эти игры, о которых вы рассказали, методологические. Так ли это, во-первых, прыгают, ложатся ли под танки, и относится ли это как-то к методологам, вот эта вот странность, если она существует? Ну, она существует, есть видео, да, доказательства этого, как это распространяет сам Кремль. Раньше особенно это было. Тоже чуть-чуть обратимся к прошлому. Ну, Георгий Щедровицкий работал в советских научных учреждениях, связанных с педагогикой. И, то есть, как бы многие его работы были посвящены педагогике, и у него как раз вот проскакивала постоянно мысль о таком программировании людей. Да, что людей можно запрограммировать правильно, да, чтобы они хорошо работали, я не знаю, были хорошими людьми, да, ну, советская педагогика. Да, то есть, что, в принципе, да, вот как бы мысль садится, да, ну, то есть, и что она, конечно, приходит откуда-то извне, но ты можешь тоже, как бы, вот эту программу мысль, да, на человека спустить. Вот, и, соответственно, игра-то это тоже такое, как бы, немножко программирование, да, людей. И вот эти, ну, например, я общался с многими технологами, вот, и они признавали, что вот, ну, методологов две сильных стороны. Это программирование актива, да, ну, платных, ну, или даже бесплатных, да, вот сторонников, да, ну, вот обучающих какие-то вещи с ними, агитаторов, да, ну, каких-то заряженных таких людей, которые в компании очень нужны, вот, в избирательной. Ну, и второе-то, они, у них, как бы, вот, эта мыследеятельность схематизируется, да, они схемки рисуют, что куда идёт. Вот они это тоже называли полезным. В остальном тоже говорят, да, это демагогия какая-то. Ну, вот, как бы, вот эти две стороны есть. Практически, как бы, полезные, да, что называется, вот. И, соответственно, у Кириэлка, да, вот эта его фишка, вот, конкурсы какие-то, значит, обучающие какие-то вещи, на основе которых идут назначения, на самом деле нет, но в чём-то да. Я уточнил, вот эти вот, значит, прыжки под технику из обрыва, какие вот ещё есть примеры того, что Кириэлка использует методологические какие-то наработки, вот, кроме вот этих вот испытаний, да, вы сказали, конкурс, какие конкурсы, ну, любопытные. Ну, конкурсы лидеры России, да, то есть, проводятся мероприятия в регионах, проводятся мероприятия в Москве уже с отобранными, да, какими-то людьми в регионах, в формате как раз выездных вот этих, как бы, игр, на которых что-то обсуждается. Постоянно проводится учёба для вице-губернаторов по политике, для губернаторов, это происходит в загородном, в санатории, в Сенеже, вот. Ну, и там тоже такие игры происходят, где они думают над ситуацией. Вот, госсовет, да, у нас существует, где губернаторы заседают, его курируют, ошибчение, Кириенко, и тоже они, как бы, в СМИ можно об этом прочитать, проводят игры, какие-то тоже такие вот форматы, типа, дорогу клали, например, с фотографиями тоже всё, типа, чтобы они почувствовали, как это класть дорогу. Вот, не знаю, со стороны, как бы, взглядом рабочего посмотрели на это дело. Вот, то есть это всё применяется, да. Это всё очень широко применяется, как не применялось ни при Володине, ни при Суркове. Смотрите, Андрей, вопрос про Петра Щедровицкого, про сына Георгия Щедровицкого, основателя этого учения. Собственно, именно с ним Кириенко и работал, потому что Щедровицкий старший в 1994 году умер, если я не ошибаюсь. Что сейчас с Петром Щедровицким? Как я понимаю, он вроде как то ли в опале, то ли в немилости, то ли в оппозиции к Кремлю, хотя был вместе с Кириенко. Прав ли я? Как вообще обстоятельства, на самом деле? Он, я так понимаю, да, немножко отошёл от дел, в смысле, от кремлёвских, да, работы с Кириенко. И, может быть, достаточно давно, да, он выступает, скорее, как теоретик сейчас. По-моему, вот я не... Ну, честно скажу, меня это мало интересует, потому что там какой-то шестой технологический уклад. Это мне вообще не близко. В смысле, он ушёл в науку куда-то сугубо? Да, он ушёл в науку, да, и, может быть, в такое как бы бизнес-консультирование, такое вот, как влияние там на бизнес-процессы, на экономику. Наверняка, может, есть клиенты по старой памяти, опять же, какой-то крупный бизнес, ещё что-то, уехавший из России и оставивший из России. В интервью с Игорем он сказал, что 24 февраля для него всё поменялось, день начала войны. Как в Кремле сейчас относятся к Чедровичу, вам известно? Ну, это я думаю, ну, нормально относятся, ну, ничего, я не слышал, чтобы вот он попал там в опалу, ещё что-то. Нет, это, я думаю, это его сознательный выбор. Он бы мог продолжать работать, насколько я понимаю, Ефим Островский, никуда, ну, как бы привлекается к каким-то проектам. Привлекался, не знаю, после войны, как бы. Ну, я так скажу. Да, прошу прощения, прошу прощения, вот важный момент, мне кажется, вы назвали Островского, ещё есть такой Тимофей Сергеевцев, автор знаменитой статьи на РИА Новости, что там делается в Украине, такой весьма нацистской, её обсуждали достаточно широко, они называются как бы методологи, но тот же Щедровицкий, Пётр, он говорил, что Сергеевцев скорее самозванец, чем методолог, тогда кто эти методологи сейчас вокруг Кириенко, в администрации президента, и что они транслируют, если Щедровицкий называет их самозванцы? Ну, как бы сказать-то получше, методолог сам Кириенко, во многом, то есть он явно следует этому, кто работает, политтехнологи с ним, которые работают, это скорее не методолог, но с другой стороны, я так вот понимаю, что, например, очень близкий к нему человек, Андрей Полосин, я уверен, что мы о нём ещё услышим, он директор, пока, он пока директор регионального департамента Росатома, вот он последователь этого всего, он на этом, тоже как бы Кириенко проникается, в этом смысле, они сами как бы, ну, понимают, о чём речь, они сами методологи, сильно как бы методологи и не нужны, они сами, что Пётр имеет в виду, у его отца много последователей, да, вот, тот же Сергейцев, если почитать его труды, он считает, что Пётр пошёл немножко или в ту сторону, да, вот, они понимают по-разному, да, кто, куда ушёл, да, вот как раз Сергейцев, да, он такой сторонник, я так понял, вот, что я читал у него, что как раз, что методологи должны влиять на мир, да, что они, что это не просто теория, да, не просто практика в целях заработок, а это средство, менять мир, это средство прихода к власти, они должны прийти к власти, чтобы изменить мир к лучшему, да, у него там есть, что Чедровицкий, как бы, передавал это всё, там, в том числе Петру, у них не получилось, да, у него есть эта мысль в одной из статей, вот, там изводов много, да, этого всего дела, есть Рифат Шейхуддинов, да, сейчас он депутат от ЛДПР, ну, ЛДПР, да, он был идеологом Прохоров, например, или, он вел компанию Цинюка в Украине давно, вот, Сергейцев работал в Украине, то есть, это, ну, как бы, вот разные заводы, да, каждый называет, грубо, самозванцем, шарлатаном, да, ну, Сергейцев называют, вот, ну, насколько я знаю, Сергейцев сейчас не, тот и не был, как бы, возле Хириенко, да, то есть, ну, это не приближенный к нему человек, но у него такая точка зрения, она, то есть, ну, в этом, если читать эти статьи, там есть методологические моменты, что, ну, денацификация, это же такой процесс распрограммирования, да, он говорит, Украинцев запрограммировали, да, то есть, их надо распрограммировать, вот здесь, это, я считаю, самое опасное, да, в методологии, и во многом это привело, вот к тому, что у нас есть в России, когда ты считаешь, что человеку можно запрограммировать, да, у тебя вот это, ну, как бы, вера в социальную инженерию, вот в это, что, людьми можно управлять и манипулировать, она такая, прям, серьезная, и люди в это поверили, во власти, да, в том числе, мне кажется, и Путин, то есть, вот эта вся машина манипулирования людьми, кремлевская, это во многом идет вот оттуда, как бы, да, вот, что люди, как бы, в принципе, программируемые, надо их программировать, своих целей. Да, и люди, как бы, я, ну, то есть, может быть, я не знаю, кто такой Шедровицкий, или, ну, не знаю, какие-то члены его круга, вот, но они знают, что людьми можно манипулировать, что сама эта система зародилась там, да, и архитекторы ее, ну, Глеб Олегович Павловский, да, Сурков, они работали с методологом, да, и в этом смысле, например, Суркова называет его, да, методологом, вот, и он последователь не практических вот этих вещей, да, хотя Киренко тоже, я думаю, да, то есть, когда у тебя в голове, что люди, как бы, манипулируются и программируются знающими, товарищами, экспертами, методологами, вот, то ты все равно ты живешь с этим, да, ну, как бы, но акцент у него на играх, да, таких корпоративистских, таких историях, а Сурков, я так понимаю, воспринял, об этом неизвестно, то есть, иногда пишут, что он методолог, откуда это не очень понятно, да, вот, как он взаимодействовал, история умалчанная, так сказать, скажем так, вот, ну, известно, что Глеб Олегович Павловский взаимодействовал, да, в рамках, как раз, компания союз правности, вот, может, как бы, вот, посредством его, Сурков, как-то, взаимодействовал этим, заразился, то есть, эта система, да, строилась, как бы, как манипулирование людьми, да, программированием людей, там, через телевизор, через, не знаю, опросы мнения, там, еще что-то, это, это оттуда, да, во многом, это оттуда. Смотрите, вопрос тогда такой, Георгий Щедровицкий, основатель этого учения, то ли он закладывал, что сейчас транслирует нам Кремль, вот вы говорите, о манипуляции, вроде бы, кажется, нет, но в то же время существует еще другой методолог, Мелезиновьев, автор романа «Зияющие высоты», кажется, сатирического, за что был выслан из СССР, но этот человек, судя по его цитатам, к Западу относился все-таки как к врагу, и даже по воспоминаниям жены, я читал, ему приснился такой прекрасный, неокорпоративистский, фашистский мир, построенный как-то на учении методологов, стоит ли их в одно сливать, вот этого Зиновьева, Щедровицкого, и делать вывод, что да, но это просто следствие, вот они придумали, и в Кремле такие злые ребята все это взяли, или это уже в Кремле извратили эту идеологию, что-то там свое, как это все на самом деле сейчас? Ну, как у Щедровицкого, тоже были немножко такие антизападные высказывания в 90-х годах, но я так думаю, что это чисто разочарование тем, что получилось, то есть союз развалился, а будущее оказалось не таким прекрасным, потому что антизападных, у Щедровицкого не было, и Зиновьев более того, был антисоветчиком сначала, и эмигрантом, потом уже антизападников, тут тоже такой тонкий вопрос, но, блин, он же не совсем методолог, он скорее, ну, это такая прям начальная эра методологии, они очень быстро с Щедровицким размежевались, да, и все-таки Зиновьев не методолог, у него особая какая-то своя такая ветвь, вот, ну, хотел ли, ну, в каком-то смысле мечта Щедровицкого старшего исполнилась, да, методологи влияли, как бы повлияли на людей, принимающих решения, да, и в каком-то плане строятся, какие-то практические действия, да, на основе, значит, их воззрений, того ли хотел Щедровицкий, нет, не хотел, да, потому что Путин и его окружение манипулируют людьми в своих целях, а Щедровицкий все-таки хотел, ну, как бы, государство всеобщего блага, да, то есть просветленные, как бы, ватхинсанцы, не знаю, методологи, как бы, знают, как хорошо, как правильно, и в целях этого всеобщего блага, как бы, направляют людей, да, скажем, культурно, не манипулируют, а направляют людей в нужное направление, ну, это совсем не то, конечно, чего хочет, да, он играет в свои игры, да, не знаю, там, его окружение играет в свои, да, с целью личного обогащения, вот и все, да. Давайте тогда попробуем подвести итог для зрителей, особенно, если вдруг кто запутался из вас, дорогая аудитория, что я вынес из этого, вот, по сути, были ученые, последователи марксизма, так иначе, гиги-лиянства, которая тоже, в общем-то, говорит о том, что есть, да, там, партия рабочих крестьян, которая знает, как лучше прийти к коммунизму, на основе этого они придумывают свою какую-то теорию, о том, как правильно мыслить, для того, чтобы привести общество к лучшему, но в итоге осталось только манипулятивная составляющая этой идеи, и дальше уже, так, кремлевские старцы ведут туда, куда они хотят нас вести, так ли я сформулирую? Да, совершенно верно, получается, что так, да, они взяли то, что им нравится, как бы, саму идею, как бы, которая им нравится, да, что, ну, они взяли такое, как бы, немножко, они отбросили идеализм, и взяли предельную корысть, да, что людьми манипулируют, можно манипулировать, значит, ими манипулируют, манипулируют в своих целях, в целях корыстных, на Западе тоже манипулируют, и мы манипулируем, и всё в порядке, да, вот, ну, это пришло, да, понятно, когда, в конце 90-х, да, может, в Ельцинском компанию, но тогда методологи, как раз, активно консультировали, вот, активно работали, и с членами правительства, какими-то ещё, то есть, и с губернаторами, то есть, эта идея тоже тогда жила, да, такого, как бы, вот, манипуляции людьми, но тогда пиар, скорее, был чище, да, а вот именно тотальная манипуляция, да, вот прям мощная, да, не то, что мы все собрались там, и ты газету издаёшь, я телеканал, давай мы за Ельцином топим, да, чтобы нас, сюганов, да, не ободрал, как липу, это ситуативное, как бы, соединение, да, то есть, это не совсем то, да, вот, а вот именно тотальное государственное манипулирование, да, это, вот, перевранная идея, да, щедровицкая. И напоследок еще один факт вспомнил, как вам кажется, хочу поделиться таким наблюдением, прочитал, что, собственно, центр биографический Зиновьева представил в прошлом году концепцию какого-то, так сказать, здания, посвященного наследию этого мыслителя с огромной буквой Z на фасаде, как вы думаете, это совпадение, или это можно как-то связывать с этими буквами Z, которые на российской технике повсеместно? ой, буква Z это же, по-моему, западный фронт, да, Z, причем там же, как бы, очень смешно, что O это Ост, Z западно на русском, то есть, они тоже особо, как бы, не подумали, там, это же звук Z, O, V, да, Зов они, они сейчас складывают, это, на самом деле, совпадение, да, это, ну, то есть, тут такого нет, ну, совпадение, красноречиво, да, вот, Зиновия, я бы не стал прямо относить, да, он начинал с этого, пришел к совсем другому, да, то есть, тут я бы не стал, да. Понял, спасибо большое, Андрей, Андрей Перцев, специальный корреспондент издания «Медуза», был гостем о нашей передаче, мы говорили о науке, методологии, или как Татьяна Толстая называет ее, профессиональной демагогии, решайте сами, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, и ни в коем случае не поддавайтесь манипуляциям, друзья. Спасибо, Андрей, что были с нами, благодарю. Спасибо, до свидания. Меня зовут Сергей Кагермазов, увидимся в новых выпусках на канале «Ищем выход». Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok